Сегодня мы будем говорить о поиске пропавших людей и в студии программы «Степень защиты» Надежда Некрасова, инструктор школы Лизы Алерт. Поисковик. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Допустим, ребенок пропадает в Санкт-Петербурге. За что первое хватаются поисковики и что они делают для того, чтобы его найти? У нас есть отчетливый алгоритм, которым мы двигаемся. Сначала заявка на поиск любого человека, не только ребенка, попадает на нашу горячую линию нашему оператору. Оператор приправляет ее информационному координатору поиска, Инфоргу. Надежда, а вы можете использовать как-то камеры видеонаблюдения городские или какие-то еще? Официально, конечно, мы не полиция. Просто просим о просмотре камер на фасадах ресторанов, магазинов, торговых центров. Нам часто идут навстречу, и мы можем иногда просто по камерам отследить человека, который потерялся действительно. Если человек потерялся в лесу, мы понимаем, что площадь поиска огромна, то объявляется выезд. Что такое объявлен выезд? У нас есть у отряда, у Санкт-Петербургского отделения отряда, есть канал в Телеграм, который называется «Тревожный канал». Назначается координатор на местности, который выезжает на место. Информационный координатор будет съесть дома у компьютера, телефона, доставать карты поисковых собак, вертолеты, коптеры, разговаривать со свидетелями и так далее. Назначается координатор, который поедет на место. Он получает с собой карты, с ним едет картограф, в идеале радист. На место приезжают все, кто могут. Координатор будет нарезать задачи, квадраты, которые нужно будет прочесывать, или которые нужно будет оконтурить. К каждой лисе, как у нас это называется, это может быть двойка, тройка, пятерка и так далее. Каждая лиса пойдет с навигатором и рацией, каждая лиса запишет свой трек, вернувшись, скинет его на компьютер. У координатора к концу активного поиска будет карта, на которой будет понятно, что мы прошли, какие квадраты мы закрыли, где он может еще быть. Надежда, а вы можете рассказать какой-нибудь самый запомнившийся вам случай удачного поиска, удачного обнаружения человека? Ну вот не так давно был такой громкий поиск пятилетней девочки Зарины, которую три дня искали в лесу, в Нижегородской области. У меня лично вызывает восхищение, как все службы собрались, и полиция, и Росгвардия, как собрались разные поисковые отряды, ведь в итоге девочку нашел поисковый отряд «Рысь». Да, как приехали около 90 человек из разных регионов наших лизоалертовских добровольцев. Со всей страны? Со всей страны. Только поэтому удалось найти, потому что самое главное в лесном поиске – это закрыть большую площадь. А как стать поисковиком вашей организации? Можно позвонить на горячую линию и узнать, когда ближайшее собрание. Можно посмотреть на нашем форуме, на нашем сайте. Человек приходит, слушает общую информацию об отряде, слушает, в каких направлениях он может быть полезен, потому что лизоалерт – это не только поиски в лесу, это еще и, скажем, прозвон больниц, это и школа лизоалерт, это и написание текстов, да, и общение со СМИ, это и, предположим, поисковики, которые, скажем, не могут по каким-то причинам, например, ходить в лес, но у них есть автомобиль, и они могут довезти людей ночью до задачи. Вы знаете, сейчас очень многие считают, что в этом мире стало все возможным только за деньги. Вы бесплатно это делаете? Да, абсолютно. Что вам движет? Есть такая фраза – просто не пройти мимо. Вот в какой-то момент своей жизни, ты понимаешь, я поняла, что я не могу жить только для себя. Ну, мне неинтересно, скучно, и хочется большего. Когда в рацию «Леса 5» говорит в заре, что потерявшийся найден жив, вот это «найден жив», которое ты слышишь или вдруг произносишь, это, конечно, такой восторг, который переполняет. Это самая главная награда, в принципе, за то, что мы делаем.